Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня я в таком немножко непривычном для себя образе, кстати. Как вам? У меня было настроение накраситься поярче, как видите. Я не всегда наношу на себя нюд. И давайте в этом ролике обсудим бюджетные новинки этого лета, какие-то находки. Возможно, даже аналоги люкса. И также я купила что-то, что у всех на суху, чтобы поделиться с вами своим мнением. Ну и, конечно же, самой попробовать. И скажу, стоит ли оно того. Поехали! Нравится это кому-то или нет, но мы с вами продолжаем носить такие зачесанные вверх, уложенные, сильно зафиксированные, буквально прилизанные брови. Кто-то говорит, что это эффект ламинирования, но на мне ламинирование работает не так. Оно как будто просто смягчает волоски и делает их более послушными. Но они, при том, что они у меня длинные, они не хотят лежать вот так весь день. Они все равно живут своей отдельной жизнью. Причем каждая волосинка. Именно по этой причине я выбираю гели для бровей со сверхсильной фиксацией. Но то, что я сегодня буду показывать, это даже помощнее, чем все то, чем я пользовалась ранее. Сейчас есть такая мода буквально на клей для бровей. И первое средство это прозрачный гель от бренда Катрис. После того, как его посоветовала польский блогер-визажист, его сложно было где-то приобрести. Его буквально смели с полок всех магазинов. Я сильно постаралась. И вот он у меня. Он реально называется суперклей для бровей, который сильно фиксируют. И действительно укладывают волоски так, как вам надо. Это прозрачный гель для бровей, но это не обычный гель. Есть два момента, на которые я хотела бы обратить ваше внимание. Первое, это количество, которое вы наносите на брови. Его нужно буквально немножко, иначе он возьмется вот такой сплошной пленкой, которая в какой-то момент может отклеиться, и вы ее вот так одной частью и снимете со своего лица. Этого не стоит делать. Он и так в небольшом количестве очень хорошо все фиксирует. И второе, это то, что он схватывается, ну, очень быстро. Быстрее, чем все то, что за эти годы прошло через мои руки. Сам гель для бровей такой немножечко вязкий, но не чрезмерно. Это не паста, не мыло. Это больше по консистенции именно как гель. И здесь маленькая удобная щеточка, которой классно можно прочесать брови, но не зеваем. Второй гель для бровей от польского бренда Hean. Называется он Lamination Brow Gel, и он ультра фиксирующий. Это тоже прозрачный гель, как и предыдущий, но мне вот нравится, что он в непрозрачной упаковке, потому что иногда гели пачкаются, это выглядит неэстетично, а здесь вот такая симпатичная, удобная упаковка. Гель немножко тянется, тоже как предыдущий, но это все-таки разное средство. Здесь щеточка небольшая, но это больше как гребешок, то есть силиконовая. Мне хотелось бы, чтобы зубчики были расположены чуть более гуще, для того, чтобы каждую волосинку причесать. Но все равно, я его сейчас использую максимально часто. Он тоже схватывается не слишком долго, то есть волоски не отклеиваются, за это время его также не нужно наносить много. Это все копеечное дело, он часто бывает у нас на акции, и его без проблем можно приобрести онлайн в каждом магазине, типа Natina, Makeup, Casibela в Польше и так далее. Их огромное количество. А еще знаете что? Этот гель больше всего похож и по консистенции, по эффекту он даже чуть сильнее, чем знаменитый Benefit, только почти в 10 раз дешевле. Я не знаю, как вы, а я еще не слышала о том, что есть помады для бровей в виде карандаша. Такую инновацию выпустили Everline, и она взорвала польскоязычный YouTube. Многим девочкам это понравилось. У меня два оттенка, потемнее и посветлее. И вот мне хотелось бы, чтобы был оттенок для пшеничных блондинок. Насколько я обожаю их лайнер для бровей, словами вам не передать, он постоянно у меня в наличии, точно так же, как и карандаш. Я не знала, с какой стороны подойти к этим помадам для бровей в виде карандаша. Оказалось, что все очень просто. Здесь чуть более толстый стержень, чем в таких классических карандашах, тоненьких. Это все наносится очень быстро. Они пигментированные. Они чудесно заполняют все какие-то недостающие волоски, пробелы в бровях. И это мега-мега стойко. Самый универсальный оттенок это Taub. То есть он правильный, серо-коричневый, все как мы любим. Со второй стороны здесь щеточка, которой можно еще все прочесать. И что бы вы ни делали, в любую жару, если будете купаться, помада останется на бровях. И, кстати, это средство можно наносить и до фиксирования гелем для бровей, и после. Потому что мне нравится зафиксировать брови, только потом уже подокрашивать. И не все гели и потом что-то цветное работают таким образом. С этим у меня все сложилось. Но только, please, оттенок посветлее и более оливковый. Я думаю, что меня никто не услышит, но тем не менее. И тоже серо-коричневый, но более глубокий. Это цвет Dark Brown. Интересная вещь. Может, еще у кого-то они есть, но я об этом не знала. Здорово. То, что в недорогих брендах появляются вот такие интересные новинки. За последнее время я купила целых 4 бронзера для лица. Наверное, потому что лето. Хочется больше подчеркнуть свой загар, придать себе какой-то свежести. И три из них сиянием. Начинаем с бронзера от Catrice. У нас вообще не было вот этой линейки в таких выпуклых упаковках. Я взяла еще и румяна. Это бронзер под названием Sun Lover. У меня оттенок 0,10. И мне казалось, вот по тестеру в магазине, что он будет гораздо светлее. И до того, как я поехала на море, он был для меня слишком теплым. И он вообще не ложится, знаете, как очередным слоем макияжа. Он очень легкий, вуальный. И если вы не светлая, то вы с ним не особо-то и переборщите. Но если у вас такая фарфоровая кожа, то, к сожалению, он будет теплым. И можно нанести слишком много. И тогда, ну, такие коричневые, не коричневые, а скорее даже оранжевые слегка щеки. Если же вы любите теплые бронзеры, а есть и скорее нейтральные, но у вас светлая кожа, то выбирайте более пушистую кисть и набираем меньше средства. Это бронзеры со свечением, но это не диско-шар. Это уместно и красиво выглядит даже в повседневном макияже. И если сравнивать с какими-то люксовыми, то, наверное, это что-то около Hourglass. То есть я не могу сказать, что это то же самое, но это очень похоже. И я не знаю, у меня не было всех оттенков бронзеров Hourglass, но в основном они все теплые. В сети я очень часто встречаю сравнение палетки Catrice со знаменитой Charlotte Tilbury. И издалека, возможно, можно предположить, что они не то чтобы похожи, но палетка от Catrice вдохновлена палеткой от Charlotte Tilbury. Только она раза в два меньше, во много раз дешевле, но не суть. Палетки от Charlotte Tilbury у меня нет, но я пробовала ее у подружки. Я была в шаге от покупки палетки в Sephora, но она была распродана, и все нам как-то не по пути. Там красивый нейтральный сияющий бронзер, который восхитительно смотрится на светлой коже. Он вот такой и не холодный, но при этом не теплый. Идеально. Меня останавливало всегда только то, что я практически не пользуюсь хайлайтерами вот такими прессованными. Ну, не практически, а, наверное, никогда. Когда я крашусь куда-то, я выбираю жидкий хайлайтер или вообще обхожусь без него. Я тоже решила попробовать малютку от Catrice. Она в несколько раз меньше и дешевле, даже не знаю на сколько. Потому что цены на всю косметику повышаются, особенно на люкс. И это не то же самое, это не аналог, потому что здесь в палетке от Catrice бронзер теплый. Я думала, что он будет таким же, как в коллекции Holiday Skin. У меня он есть. Он светлый, прям идеальный. Особенно, если я не загорелая. Цвет запеченной печеньки какой-то. Этот все-таки потеплее, понасыщеннее. Да, это теплый бронзер. И эта палетка хороша для путешествий. Особенно, если ты едешь на море и знаешь, что хочешь, не хочешь, с SPF 50 ты все равно немножко загоришь. Вот тогда можно себе позволить теплый бронзер. Он матовый, но это тоже запеченные мягкие текстуры. Он хорошо растушевывается. Но это не то же самое, что Guerlain, например. Вот он суперрыжий. Это красивый теплый оттенок. Который, опять же, придает вашему лицу свежесть, отдохнувший вид. И то, на что я не рассчитывала, это текстура, насыщенность хайлайтера. Это не хайлайтер, который увидят марсиане. Нет. Хотя вот так набираешь его, и он кажется интенсивным. Но распределяешь, и это такой приятный вот какой-то финиш, который втушевывается в кожу. Он не заметен. Это гладкий хайлайтер без... Может, кто-то со мной не согласен, но без дешевого свечения. Это скорее как подсвечивающая пудра. Если сравнивать с гиперинтенсивными хайлайтерами, это... Ну, не Hourglass, но все равно это вуальный хайлайтер. Назовем это так. И классный оттенок, потому что он и не холодный, но и не желтит. То есть нейтральный. В целом, я довольна этой палеткой. Я точно буду брать ее с собой в разные поездки. У меня оттенок 0,10. У нас продается только такой. А вот то, что больше похоже и по эффекту на Шарла Тилбери, и по цвету, можно было бы взять менее холодный. Я, честно говоря, потерялась, потому что написано, что это бронзер, внизу, что это скульптор. И это новинка от бренда Хэан. Тоже покупала в Хэбе. Онлайн есть и другие оттенки. Наверное, я вернусь и возьму еще один. Он с небольшой серинкой. То есть он еще и будет вам скульптурировать лицо. Сегодня он на мне в одном из крайних влогов. Я тоже показывала его в нанесении. Это тоже запеченный бронзер. И даже видите, что он холодный. На экране, конечно же, сниму сводчи. И вот так, когда показываешь на сводчи, не видно, какое свечение он дает. Мне нравится, как красиво, так элегантно он выглядит на лице. И когда я делаю макияж поярче, тогда я выбираю его. Тогда хочется как-то и скулы подчеркнуть, и носик. На каждый день я предпочитаю что-то теплее. Но есть девочки, у которых холодный подтон кожи. Или те, кто выбирает именно такие средства. Если ищете что-то со свечением, то он роскошен. Плюс он хорошо наносится. Его можно наслаивать. Он мягкий. Все средства от Хаан для лица. Они великолепны, потому что с ними просто работать. У них удачные цвета. Их палетки для лица. Мне даже стыдно вам показывать, потому что они затерты до таких дыр, что это уже не для камеры. И последний бронзер на сегодня от польского бренда Pierre René. У меня оттенок 13. Написано, что это бронзирующая пудра. И к упаковке у меня есть несколько вопросов. Она красивая, элегантная. Смотрите, здесь сверху пудра. Дальше открываешь ее зеркальцем. Спасибо, тем удобно пользоваться. И вот такая пуховка. Как наносить бронзер-пуховкой, я ума не приложу. Наверное, ее могло бы и не быть. Было бы чуть-чуть дешевле в производстве. Сама по себе пудра. Это все-таки пудра. Он по текстуре более плотный, чем все предыдущие. И это бронзера-скульптор. Он и немного степлинка, и что-то холодное в нем есть. И небольшое свечение. Хотя как, если нанести много, то свечение будет более явным. Эта пудра хороша тем, что она мягкая, хорошо растушевывается, распределяется. Но не нужно наносить слишком много, потому что из-за своей плотности она очень быстро наслаивается. И я люблю такие средства поверх какого-то легкого тона, неприпудренного. Или же когда у меня на лице вообще нет ни тона, ничего другого. Чисто, чтобы подчеркнуть немного скульптуру лица, тогда беру его и красиво, свежо смотрится, благодаря вот отблеску. То есть это не блесточки сами по себе. Это что-то похоже на Хэан, наверное, но все-таки поплотнее этот и более нейтральный этот бронзер от Хэан с большим количеством холодных тонов. Наверняка многие из вас уже встречали новинку от бренда Maybelline. Это линейка Superstay и Skin Tint. Стойкий, легкий, подсвечивающий тональный крем с витамином С. И, конечно же, первая ассоциация с тональным кремом с сывороткой от бренда L'Oreal. Я вам клянусь, что мой не пахнет спиртом. Вот этот L'Oreal. Но я поняла, о чем вы говорите, когда я купила Maybelline. Потому что у этого очень ярко выраженная отдушка спирта. Ну вот, особенно когда распределяешь по лицу, то так думаешь, хоть бы чуть-чуть не опьянеть. Возможно, это как-то зависит от страны производителя или от конкретного экземпляра. Сложно сказать. И если в тональном креме от бренда L'Oreal гиалуроновая кислота, то здесь витамин С. Насколько он способен действительно повлиять на состояние кожи, как-то сделать оттенок более равномерным. Гипотетически так. Но я не использую его так часто. Именно из-за запаха. Я не могу сказать. Сможет он выровнять тон кожи или нет. Но вот так я предполагаю, что такое могло бы быть. Это тональный крем, который скорее больше подойдет обладательницам жирной кожи или комбинированной. Тон, вот если посмотреть на них рядом, очень похож. Вот по текстуре тоже. И в том и в другом есть свечение, сияние, вот какой-то перламутр. Он легенький, даже небольшого количества достаточно для того, чтобы нанести на все лицо и перекрыть какие-то мелкие несовершенства. Если есть пигментация, прыщики, то добавляем корректор и все окей. У меня оттенок 10. Он не самый светлый, слегка загорелый. Сейчас вот прям нехорошо. И у него, несмотря на похожую текстуру и вот в баночке, они действительно, ну, практически как близнецы, на мне больше свечения дает тон от L'Oreal. И тот, и другой не ощущаются на коже. Они приятные, особенно в жаркое время. Не хочется использовать вот такой слой макияжа. Это легко, если вас не смущает запах спирта. И вот этот тон, он, так как я сказала, дает чуть меньше увлажнения, он фиксируется и очень хорошо держится в течение дня. В моем случае его даже нет необходимости пудрить, потому что он превращается в такой красивый сатиновый тональный крем. Не блестит, нет вот этих отдельных блесточек, но он не смотрится плоским матовым, каким-то таким странным неживым. Тональный крем неплохой, можно попробовать, он не заваливается в морщинки, не проваливается в поры, не мигрирует никуда. Я на своей сухой коже больше люблю тон от L'Oreal. Но хотя это не прям, знаете, мега увлажнение. Если их сравнивать, то они немножко разные. Но по текстуре это близко и отдушки в моих баночках тоже отличаются. У бренда Everline вышли крутые карандаши для губ. Это линейка Varite. У меня есть три оттенка. Один из них ярко-розовый. Это не мое, но если вам нравятся по качеству они, потому что они гелевые, они насыщенные, они мягкие, они с первого раза очень хорошо прочерчивают контур. При этом вы можете растушевать, и они еще и стойкие. Вы можете даже заполнить этими карандашами все губы. И два оттенка, которые мне очень сильно пришлись по душе, это нюдовый, которым я сегодня ввела контур губ. Вы знаете, он такой, с одной стороны, можно сказать, нейтральный, но все-таки в нем есть вот эта холодинка и даже с теплыми помадами. Это смотрится современно, это красиво, и это также хорошо, даже что же такое, не могу открыть, он плотно закрывается, хорошо прорисовывает контур губ, делает их более такими пухлыми. Контур четким, если чего-то где-то не хватает, вы там докрасите и так далее. И это оттенок 3. Такой он крутой, и я теперь постоянно буду его покупать и со светлыми помадами, и с насыщенными, и иногда даже чуть более розовую выбираю. В общем, всегда по-разному, но карандаш для губ я практически всегда использую, если решаюсь там как-то более-менее сделать полный макияж. Если же нет, то на каждый день у меня блеск. И второй оттенок, это номер 2, холодная роза, но с небольшой холодинкой такой. Это не совсем то же самое, что пупа, он более розовый, но вот по текстуре они очень близко, они гораздо дешевле, когда увидела, сколько стоит сейчас карандаш для губ от пупа, я немножечко обалдела. И имея два оттенка, вот такого плана, нюдовый и чуть более розовый, я могу сделать любой макияж губ. Это теперь мои мастхевы. Жидкая матовая помада от бренда Essence. Такая элегантная, красивая упаковка, между прочим. Оттенок 04 розовый нюд. На мне он совсем не розовый, он больше напоминает мне Velvet Teddy от MAC. Только то классическая матовая помада, а это жидкая матовая помада, тоненькая по текстуре, она хорошо распределяется, у нее средняя пигментация, то есть если бы это был яркий или темный цвет, мне пришлось бы ее наслоить. В случае нюда все окей. И она хорошо держится, особенно с карандашом для губ. Вообще нет никаких вопросов, но больше всего, девочки, мне нравится взять какой-то карандаш для губ, вот эту матовую помаду и добавить немного блеска от Essence тоже. У них вышло сейчас три таких плампера для губ, это что-то с перцем, с ментолом, это у меня с маслом корицы, я не знаю как выглядит масло корицы, но это чуть-чуть подпекает и якобы должно как-то раздражать наши губы, делать их чуть пухлее. Не пробовала с красным перцем, меня это немного напугало, но вот этот он холодит немножко так и в принципе сам по себе блеск очень классный, очень приятный. оттенок нюдовый с розовинкой, вот это розовый нюд. И смотрите, я наношу небольшое количество поверх матовой помады. Юки, ты мне дашь сегодня снять? Она там крутится и крутится. Собака моя. Даже без ничего этот блеск хорош, но он полупрозрачный. Вот поверх матовой помады получаются глянцевые губы и тоже визуально кажутся пухлее. И сам по себе цвет без какого-либо особого макияжа будет смотреться круто. И с матовой помадой, мне кажется, выходит такой нейтральный нюд. Особенно если делаешь яркие глаза, тогда вот я такую предпочитаю, я прям ношу. И это блеск, который еще увлажняет губы. И вот это трио носится хорошо и губам комфортно. Помада от Essence, 8-часовая, жидкая матовая, на 8 часов точно выдержит. Но для моих губ это слишком. У меня постоянно сухие губы, поэтому я добавляю еще и блеск. Попробуйте такое сочетание или по отдельности. Очень здорово. И еще и в трио с карандашом. Это, мне кажется, нюд на все времена. К каждому смоуки айс или к любому макияжу глаз в принципе. Обещала рассказать о румянах. Это тоже запеченная линейка от Catrice. Под названием Cheek Lover. И оттенок у меня 0,10 Dalia Bloom. Они мраморные, розовые. И на лице они не такие интенсивные, как кажутся в упаковке. Они очень сильно похожи на румяна от MAC. Набираешь на свотч, кажется ярко. А потом наносишь на лицо, и они так красиво освежают. Они не блестят дешево. Иногда есть такой блеск, знаете, как из прошлых лет. Мне интересно, что я скажу о своем макияже лет так через пять. Мне кажется, просто обнять и плакать. Но тем не менее мы меняемся. Меняется косметика, меняются тренды. И вот эти румяна, они такие универсальные. Они такие и в пир, и в мир, девочки. К каждому макияжу могу их накрасить. И это не будет такая розовая матрена, а вот очень элегантно. И сегодня я думаю, что бы такое нанести на щеки. У меня много нейтральных румян. Вот чуть розовых, чуть там каких-то персиковых. Но вот эти, к чему бы я их не накрасила, они всегда вот как вишенка на торте. Конечно, вы можете, как я сегодня, например, намазать больше. Потому что весь макияж яркий. Я еще и подзагорела, поэтому не особо-то было видно при одном тонком слое. И вы можете их дозировать. И это прекрасно. Потому что кому-то нравятся яркие румяна. Кому-то наоборот, чтобы их вообще практически не было заметно. И даже когда у меня там какой-то оливковый макияж, например, они тоже окей. И они чуть-чуть розовые. То есть это вот такой вот свежачок на каждый день. И при том, что это недорогой бренд. Если вы ищете какие-то румяна, то могу вам советовать. В качестве замены румян от MAC. Жидкие тени для век. От двух брендов. И нейтральной цветовой гамме. Первый бренд Glam Shop. Я делилась с вами и рассказывала, откуда произошла эта марка. Девушка-визажист. Вела свой канал на ютубе. И потом она начала создавать свою косметику. И у меня как-то были когда-то кисточки от нее. Она начала именно с кистей. И потом уже пошла в декоративку. И вот декоративной косметики, я не могу сказать, почему у меня ее не было. Наверное, потому что я не была уверена, сможете ли вы ее достать где-то там в других странах. Но в Европе, насколько мне известно, эти средства продаются. И уж тем более в Польше. Когда я увидела их в стационарном магазине DM. Их не так много в Польше, но они есть. В Кракове как минимум один в районе Ручай. Я начала рассматривать, что у нее там. И думаю, была не была, возьмем на пробу. Тем более, что я постоянно нахожусь в поисках чего-то для глаз. Зачем, не знаю. У меня уже косметики столько. Но у меня всегда есть оправдание, что для канала, для девочек. Им же тоже полезно. Короче, это и цветные кремовые тени для век. Ну, жидкие скорее, а не кремовые. И база. И иногда бывает так, что ты наносишь какие-то жидкие тени. И пока ты там что-то прозевал. Все, они уже скатались. Они уже там примялись как-то. И даже с дорогими брендами такое происходит. И вот когда я накрасилась этими жидкими тенями от Glam Shop. У меня в оттенке соленая карамель. Я что-то там, куда-то меня дети позвали. Прихожу, а они на месте. Думаю, окей. Я нанесла еще прессованный пигмент. Потом пробовала с разными тенями. В общем, это реально работает хорошо как база. Все на ней более насыщенное. Все на ней хорошо держится. Не скатывается ни в какие там складочки. Не мигрирует. И интенсивность макияжа сохраняется до конца дня. И еще что-то, что возможно вас больше переубедит. Цветовая палитра. Там от самых светлых до цветных, типа зеленых, розовых и так далее. И, конечно же, нейтральные. Более розовые, менее розовые, коричневые. У меня оттенок соленая карамель. Но он теплый, но не сильно. Знаете, то есть он как бы не рыжий. Вот, вот что я хотела сказать. Я вчера была на вечеринке, поэтому, простите, немножечко это зависает. Говорю как есть. И удобная упаковка. Спонжик. Они не так быстро фиксируются. У вас есть время их растянуть пальцем, кисточкой, чем угодно. Текстура очень приятная. И вообще для меня это открытие. Я думаю, где я была раньше. Если у вас этого бренда нет, но есть Evelyn, у них лимитированная коллекция летняя под названием Flower Garden. И это и база под тени, и тени. Два в одном. Матовые. Не помню, сказала или нет, но Glam Shop тоже они матовые. Вот эти пигментированные. У меня два оттенка. Первый из них 03. Это тауповый. Он потемнее. И цвет здесь вообще такой классический тауп. В качестве подложки какой-то под макияж, век. Или же в качестве чего-то самостоятельного. Они очень приятные. Они быстро тушуются. Они фиксируются. И следующие какие-то там прессованные тени, пигменты, на них хорошо так лепятся и держатся. И второй оттенок розоватый. Но он тоже холодный. Вот я на него рассчитывала. Я думала, что он будет с моей любимой теплинкой. Но он на мне холодный-холодный. Светленький. И, пожалуй, он как раз понравится большинству этой девочке. Оттенок 01. То есть, если нанести немножко и дальше, даже какие-то рыжие тени, наслоить что-то, то оттенок не будет сильно пробиваться. Но, тем не менее, это холодноватый, розоватый. Мне нравятся или нейтральные, или с небольшой теплинкой. Хотя все по настроению. Тени сами по себе восторг. Очень хорошие. И не зря польские блогеры такого же мнения. Я пережила небольшой шок. Потому что я открыла для себя аналоги сияшек от бренда Charlotte Tilbury. Это тоже Glam Shop. Это их прессованные турбопигменты. То есть, это суперсияющие тени, которые искрятся, которые не имеют какой-то, знаете, цветной базы. Они именно как россыпь блесточек. Причем там такие красивые цвета. Многие тестеры были затерты до дыр. Особенно самых популярных оттенков. И там невозможно было как-то подсмотреть. Я спешила, была с мамой. В общем, я взяла только один. И обязательно вернусь еще за какими-то. У меня оттенок Splash. Плюск по-польски. И это такой немножечко ванильный. С такой желтинкой как бы это тот оттенок, который я уже убила в своей лимитированной палетке от Charlotte Tilbury. И все думала, что делать, потому что я очень часто их использовала. Как они мерцают. И это такие классные штуки, которые выглядят, ну, ошеломительно. И при дневном освещении. А вечером это какой-то праздник. Это так красиво. И это не те тени старого поколения, которые ты наносишь. И, ну, они смотрятся тяжело. Как макияжи в стиле худый бьюти. На ком-то это окей. Красиво. На себе я такое не люблю. У меня чем легче. Но при этом, чтобы был и цвет, и блеск. И чтобы вот эти вот все тени на лице присутствовали. Но чтобы это не смотрелось вот такой шпаклевкой. И тени для век, они тоже бывают разными. И у них пигментация такая. Они мягкие, как маселка. И от одного прикосновения. Я же заговариваться начала. Они передаются. Они сверкают. И там есть и цветные всякие. Какие душа пожелает. И, по-моему, даже дуахромы. Ну, я слышала о том, что тени от Glam Shop, они гениальны. И я абсолютно с этим согласна. И я хочу еще какую-то такую палетку сияшек. Они не осыпаются. Они приклеиваются даже уже на зафиксированную базу. И с их же вот этими тенями базой для век они работают на 100%. И когда я видела у польских блогеров, я думаю, тени да и тени. Что там такого? Но нет, конкретно вот эти мне очень нравятся. Они вот сразу делают наш макияж как будто на одну ступеньку круче, лучше, красивее, эффектнее. Но при этом не очередной свой макияж. Еще раз это подчеркну. Это супер удачно. Это недорого. И дайте мне, пожалуйста, еще много-много цветов. Расскажу вам историю про аналог люкса, который открыла не я, который купила себе мама. Моя мама была где-то в городе, зашла случайно в Зару. И приходит и говорит, Оля, я купила такой аромат. Я его открыла, послушала и говорю, мама, это аналог Монталь Интенс Кафе. Мама уехала, забрала с собой аромат, но я вас уверяю, что это максимально близко к Интенс Кафе. Название аромата из Зары это Роуз Гурман. И это очень яркий аромат. Такой из категории восточных. Там, конечно же, и роза, и амбра, и ваниль. И у меня был Интенс Кафе. Спустя какое-то время я его отдала, потому что поняла, что я не выдерживаю с ним. Для меня это был аромат или на очень холодную зиму, которая в Польше нам не светит, или же на какие-то вечерние выходы и тоже в холодное время года желательно. И вот если нанесешь Интенс Кафе, он настолько привлекающий внимание, и когда ты утром просыпаешься, у тебя вещи им пахнут, они пахнут даже после стирки. Этот Монталь остается с тобой навсегда. Он буквально въедается в твою кожу. Это аромат, который оставляет за собой невероятный шлейф. И вот если на вечер я наносила Монталь, утром я не могла смотреть даже на одежду. Настолько он насыщенный. Я подарила Монталь своей подружке. Она такая жгучая брюнетка. Такая очень роскошная девушка. Она старше меня. Ей он подошел настолько, она говорит, это мой любимый аромат. И я прям попала в яблочко. Мне казалось, что это ее тема. Она тоже любит восточные ароматы. И мама принесла аромат от Зары. Это максимально приближенный аналог. Возможно, он не такой едкий и стойкий, как Монталь. И там меньше кофе. Но в Монтале я ощущала на себе больше вот этой яркой розы с ванилью. И где-то там отголоски кофе. Что касается Зары, это прям... Ну, я вас уверяю, что это очень-очень похоже. Да, они стойкие. Я помню, что я только их послушала. Я даже вроде как не прикасалась к носу. И я потом пахла этим ароматом весь вечер. Если вы ищете какой-то дорожный вариант, в Заре есть такие маленькие флакончики. Если вы хотели Монталь, но по какой-то причине не покупаете его. Слишком большая бутылочка, слишком дорого. Невозможно купить оригинал. Возьмите себе Зару. Это похоже. И я держусь от него подальше. Потому что я как-то переболела Монталем. Я его отдала. И для меня... Ну, вот что-то сейчас совершенно другое мне по настроению подходит. Но если вам такое нравится, то теперь вы знаете, какой близкий аналог к Интенс Кафе. Можно найти в Заре всего за 10 долларов. Расскажу вам также о палетке, которой я сегодня сделала свой макияж глаз. Но красилась я ей не впервые. Это бренд Хэан. Называется она Sensual Woman. И это палетка, в которой собраны действительно и универсальные, и уникальные тени. Выглядит она таким образом. Здесь 12 оттенков, из которых, насколько я помню, 6 матовых, 5 сияющих и еще один глиттер. У других брендов я такого не встречала. И здесь очень классные матовые тени. Потому что они как будто, знаете, кремовые. Такие мягкие. Они пигментированные. И здесь есть цвета, которые вы можете использовать на каждый день. Вот бежевый, более холодный, более теплый для складки века. И также темно-коричневый. Но он не как темный шоколад. Это скорее как, наверное, какао, немножко разбавленное молоком. Я нарисовала им стрелки. То есть, если наслоить, то он будет вот таким, как вы видите сейчас на мне. Но его вполне достаточно для того, чтобы как-то подчеркнуть линию роста ресниц, чтобы углубить вот складку века или где-то что-то притемнить. Для меня этого вполне достаточно. Также классный персиковый. Сегодня я также его использовала. Более темный персиково-кирпичный матовый. И сияющие. Сияющие оттенки разные. Потому что вот этот, он у меня сегодня, ну, практически на всем веке. Я прям так добавила себе блесток, не жалела. Он скорее как прессованный пигмент. А что касается вот такого, он красивый, сияющий. Это, кстати, не совсем вот ванильный. В нем есть что-то еще розоватое, как будто. Им хорошо прокрасить и уголок глаза, или если вы светленькая, любите такие цвета. На все века тоже красивейшая бронза. И в них уже менее крупные блестки по сравнению с вот этим, который как прессованный пигмент. Также, ну, вообще, такой красивый оттенок. Мне даже жаль, что я не так часто ношу smokey eyes. Это Terry. Оттенок. В нем меньше сияния, но он такой элегантный, он такой красивый. Вот как из люксового сегмента тени. И девочки чуть более ягодные, наверное, вот так. Здесь чуть рыхлые блестки, но если набивать, то они укладываются, усаживаются на веки. И это не просто ягодные тени, они еще и с золотистым переливом. Что касается насыщенности оттенков, у меня вообще нет никаких претензий. И еще, забыла вам сказать, чуть не забыла, это очень-очень важно. Юки, мы сейчас не играемся, please. Нет, нет. И тени под названием Эйфория, они такие же, как я вам показывала в однушках. Это как прессованные, влажные. Это даже не пигмент. Я не знаю, как это правильно называется, что за тени такие, но они как приклеиваются сами по себе. И здесь множество блесток, которые переливаются как космос. То есть здесь и золото, и фиолет, и серебро. Ну, в общем, это такие тени, как я вам показывала в одном из предыдущих выпусков. Палетка действительно прекрасна для того, чтобы делать разнообразные макияжи. И на каждый день, и на выход есть одно но. Это то, что... Юки, ты свинота. Она приносит корм. Тут все так, что типа, где я снимаю, и ест его. Как это объяснить? Это то, что они пылят, и темные оттенки очень сильно осыпаются. Я сегодня пока рисовала стрелки, у меня такое образовалось под глазами, что мне пришлось это все убрать. И знаете, единственный выход в таком случае, это сначала макияж глаза, потом макияж лица. Иначе с темными цветами у меня не получается. Тем не менее, палетка крутая. Если, например, говорить о тенях от Анастасии Беверли Хиллса, многие из этих похожи по качеству на Анастасию Беверли Хиллс. Вот Анастасии мы это прощали. Почему бы не сделать такую скидку и этой палитре? Ну, я не припоминаю, чтобы у других брендов было такое разнообразие. И да, макияж сегодня у меня, конечно, нетипичный для меня самой, но мне нравится, как это выглядит. Мне нравится конечный результат. Убрала все то, что осыпалось, аккуратненько, и дальше оформила уже лицо. Цвета, шик и блеск, очень продуманная, классная. Если вас не смущает то, что я сказала, то все остальное, в ней так много плюсов, других, что я все равно продолжу ее пользоваться. И да, возможно, кто-то ищет что-то интересное не только на каждый день. Я могу советовать, но будьте осторожны со сыпашками. На этом у меня на сегодня все. Я надеюсь, вам со мной было интересно, немножко развеялись, передохнули от новостей, от, не знаю, быта, от каких-то дел. Знаю, что вы часто пьете со мной утренний кофе или проводите вечер. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить пальчик вверх. Все полные названия будут в описании. А на этом пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.